Сегодня мы будем разговаривать с человеком, который возглавляет предприятие, где я мечтал работать в голодных 90-х. Максим Маркушев, директор сети Ассорти. Здравствуйте, друзья. У меня самый предсказуемый вопрос для начала. Вы возглавляете такое, стратегическое для республики предприятие, очень известное, торговая сеть Ассорти. Откуда вы взялись? Откуда вы приехали? Я думаю, что так, как это обычно и бывает, ниоткуда на такие позиции не появляются. Я был знаком с доверенным лицом собственника, и у нас были и бизнес-контакты. И зная мои достижения предыдущего периода, меня порекомендовали для того, чтобы возглавить компанию два года назад. Загадочно, но в общем расшифровать так можно, с трудом. Тогда я зацеплюсь за ваш ответ. Вы сказали, что они знали ваши достижения. Что бы вы назвали своими сильными сторонами, вот как менеджера? Я очень коммуникативный человек, я очень философски отношусь к жизни, я не обременен какими-либо рамками, мешающими постигать новое, добиваться тех или иных результатов, искать нестандартные пути решения. Я очень люблю людей, но при этом я понимаю и принимаю для себя философию, что люди, как ни странно, слабые и ленивые животные. И я стараюсь себя окружать людьми, которые похожи на меня, которые придерживаются таких же жизненных ценностей. И мне это очень помогает, и у меня есть команда. Очень помогает работать с животными, ленивыми и неповоротливыми. Да, но при этом я люблю этих животных. Это хорошее качество отношения к животным. У меня в связи с этим опять же вопрос. Вообще ритейл, существует общественный стереотип, это очень жестокая отрасль. То есть, если хотите получить проблемы, идите продавцом, на вас навесят какие-то недостачи, уволят, текучка. Как вам вообще работается? Насколько это отрасль, в которой хочется работать? Вы знаете, я могу сказать, что я профессиональный ритейлер. И иногда я, не стесняясь, говорю о том, что я профессиональный торгаш. Сейчас я в продуктовом ритейле. Кормить людей – это колоссальнейший труд, но в то же время это очень большое поле для творчества. Поэтому те, кто предвзято относится к имени продавец или к званию торгаша, я думаю, что это как раз-таки те люди, которые недопонимают, что возможность развить как свои личностные, так и профессиональные навыки там, где сложнее, гораздо интереснее. Там, где будет легче, там, конечно же, те люди, которые работали в ритейле, гораздо проще себя смогут проявить. Как вы объясните понятие «фирменный магазин»? Это что, только ассортимент или что-то еще эдакое есть? Ну, вы знаете, я думаю, что в России мы сейчас только подходим к некому понятию бренда, имени, то, чем нужно гордиться, то, что нужно пестовать и развивать. И фирменный магазин – это как раз-таки магазин, который имеет душу, скорее всего, в котором виден вклад людей, собственников, менеджмента, который постоянно развивается, не стоит на месте, меняет свое лицо в зависимости и от ожиданий покупателя, изменения рынка, появления новых продуктов, новых форм продажи. Я буквально на прошлой неделе был в Германии, и предмет моего посещения выставки заключался в исследовании специализированного света для торговли. Я даже не передам за нашу программу, насколько это интересно и насколько это позволяет гораздо улучшить комфорт нахождения покупателя в магазине, тем более, что для покупателя в любом случае посещение магазина или не столь привычной для него обстановки – это в определенной степени стресс. Наша задача – делать посещение магазина максимально комфортным. Вы молодой человек, и вы пришли в торговлю уже в новое время. Собственником сети является семья Забровских, в том числе Белла Забровская. Это такое лицо советской торговли вот здесь, в республике Коми. Вам есть чему друг друга научить? Вы знаете, мы достаточно регулярно общаемся с Беллой Леонидовной, и на мой взгляд, это редкой выдержанности, такта, мудрости человек с очень богатым жизненным опытом. Ведь, скажем, знания или опыт, они не сосредотачиваются на понимании нового оборудования или новых технологий управления. Конечно же, это гораздо более, ну, скажем, такая всеобъемлющая, комплексная составляющая. Поэтому она где-то подскажет мудрым советам с точки зрения поведения, тактики, обратит внимание на взаимодействие, может быть, внутри нашего коллектива. Я, в свою очередь, с удовольствием ей рассказываю о тех изменениях, которые у нас происходят. И, смею вас заверить, что она в курсе, и, мало того, она очень активно нас в этом поддерживает. А вы можете назвать себя олигархом? Я нет. Слово очень хорошее. Я нет. То есть вы не олигарх. Нет. То, что у вас с вами происходит, это не вписывается. Вы знаете, этому определению есть совершенно четкое обозначение, понятие. Я на 99% в него никак не попадаю. Я бы сказал, что, наверное, я просто современный, увлекающийся, ищущий, не останавливающийся человек, для которого самореализация в профессиональной сфере и возможность постоянно пестовать этот интерес является порой даже более важной составляющей, нежели деньги. А есть ведь что-то, чего вы боитесь в дальнейшем развитии бизнеса? Вы знаете, я в рамках бизнеса или лично у меня спрашиваете? И то, и другое. Это близко очень. Я был бы глупым человеком, если бы я не сказал, что я вообще ничего не боюсь. Так не бывает. В рамках бизнеса я должен постоянно с опаской смотреть по сторонам, на конкурентную среду, на изменяющуюся конъюнктуру, на рынок, на нашу экономику и многие другие факторы. Конечно, я должен оценивать постоянно риски, смотря вперед в перспективу. Как личность я боюсь, наверное, очень немногих вещей, которые относятся только лишь к здоровью и счастью моих близких. Ваш приход в Республику Коми, и может быть чуть раньше, это такая эпоха серьезных изменений в сетевой торговле, в ритейле здесь в Республике. То есть пришел магнит, пришел такой монстр, как лента, сейчас окей появился. Как изменился рынок за это время, как вам удается удержаться в борьбе с такими крупными игроками, которые намного крупнее, чем ассорти? Дело в том, что нашей команде достаточно навыков, понимания и знаний для того, чтобы более четко определять свою позицию на рынке. Мы не гипермаркеты, то есть это совершенно другой формат торговли. Если говорить о магните, то это тоже в первую очередь совершенно другой ценовой сегмент. Это лоукостер, низкая цена, низкий сервис и все, что отсюда вытекает. Магнит – лидирующая, безусловно, компания в целом в продуктовом ритейле, но у нас просто разные ниши. Я вам хочу сказать, что за 2013 год, безусловно, мы достаточно активно пытались конкурировать, мы предпринимали очень много действий, направленных на развитие наших продаж. И есть такой показатель в ритейле, как like for like – это прирост в цифрах не по новым магазинам, а по уже давно работающим. Смею вас заверить, что даже в сравнении с среднеотраслевыми показателями у нас значительный был рост по 2013 году. Существенно мы на себе не чувствовали, но присутствие конкурентов, оно только в определенной степени усиливает, дает дополнительный толчок к тому, чтобы делать лучше и стараться все время, хотя бы на полшага где-то пытаться быть лучше. Мы работаем и мы допускаем ошибки, но мы постоянно смотрим, чем можно быть интересным в первую очередь для наших покупателей. – Вот вы работаете в этом бизнесе, а скажем, где-то вот в детстве, в школе, ну чуть старше, вот был какой-то толчок к этому? То есть что-то повернуло вас именно в эту сторону? – Я могу совершенно гордо сказать, что мне очень повезло в моей жизни, и у меня был преподаватель по литературе, Лишевская Валентина Антоновна, которая, и я как раз еще застал период такой советский, как раз на фоне заката, в период его заката. Это человек, который позволил, наверное, сформироваться гораздо больше внутренней независимости, позволил развить внутри качество индивидуальности. То, что я могу совершенно четко сказать, до сих пор пока еще не очень активно развивается в нашей системе обучения. И я торговать начал класса с восьмого, и вы будете удивлены, я был лучший ученик в школе и в очень большой территории, я закончил школу с золотой медалью, и совершенно мне не зазорно говорить о том, что я в выходные торговал на рынке, я продавал одежду, я менял валюту, у меня даже был привод в милицию за валютные махинации. Я помню, как мы покупали копченую рыбу, садились на поезд школьники, везли в Кишинев, я вырос под Одессой, там продавали рыбу, меняли на деньги, приезжали обратно. Но есть большая разница, она заключается в том, что не все деньги хватило мозгов тратить на удовольствие в юном возрасте. Я, может быть, покажусь каким-то таким вот чудаком, но поверьте, я свои деньги тратил на репетитора по английскому языку, на какие-то дополнительные другие занятия, и мне было интересно, потому что уже даже на тот момент я понимал, что в первую очередь, я уже прочитал Дейла Карнеги, я понимал, что это опыт коммуникации, это опыт способности найти общий язык абсолютно с любой категорией и социального уровня человеком. И это мне очень здорово в жизни помогло. Вы же стучий человек? Нет. Вот что я притягиваю. Нет. В смысле безжалостный, да? Да, как вот вы в этой серии выживаете, да, это же большие деньги, много людей. Вы знаете, в психологии есть подход, я боюсь быть на 100% неточным, конечно же, да, но психология отношения. Есть тип руководителей, которые как квочки, да, там, сын-отец, там, отец-отец, там, ребенок-ребенок, вернее, да. Вот я тоже преподаю управление периодически, консультирую людей, и я свою позицию формулирую следующим образом, что, на мой взгляд, самая справедливая модель – это требовательного, но справедливого отца. Роль руководителя сводится к тому, чтобы направить. Одна из важнейших функций – это учить. Одна из важнейших функций, безусловно, контролировать, и контролировать не через тумаки, а через разбор ошибки, для того, чтобы человек понимал, что можно сделать лучше. Как бы в другой ситуации он самостоятельным образом выкрутился бы из нее. Но вы же знаете, что кнут – более запоминающийся средство воспитания, чем пряник. Быть справедливо, четким и требовательным не всегда значит быть жестоким или деспотом. Но вы выходите из себя? Вот бывает такое. Практически никогда, но я могу быть достаточно, как бы сказать… Я никогда не повышу голос, я никогда не перейду на прямые личные оскорбления. Вы на «вы» разговариваете? Нет, я предпочитаю разговаривать по имени, на «ты», практически со всеми. Если есть возрастная разница, безусловно, на «вы», но при этом мне совершенно не составляет труда, главное честно и открыто сказать то, чем я недоволен. Я не буду порой слишком уж ходить вокруг да около, я предпочитаю сесть и с человеком напрямую поговорить и объяснить, что меня не устраивает. Очень важно при первоначальном контакте, при вхождении в компанию, в ту же самую, определять правила игры. Если для меня человек новый, вплоть до того, что формально это может выглядеть следующим образом. Давай договариваться. Мой стиль управления или я придерживаюсь таких-то жизненных ценностей. Но мой набор жизненных ценностей, он очень близок к библейскому набору, и я стараюсь в принципе в жизни всегда этого придерживаться и очень люблю общаться с людьми, которые тоже следуют этим базовым жизненным ценностям. Вы меня, конечно, поразили тем, что нанимали репетитора в детстве самостоятельно. Не мама, сам. Судя по этим фактам, вы такой технократ. Не тяжело ли вам выстраивать ту самую коммуникацию с людьми, обладающими традиционным русским характером, фоми-характером. Это же совершенно другие люди. То есть они эмоциональные, они нерациональные. Часто закрытые. Да, вот коми, например, закрытые. Как это вам удается? Вы знаете, я человек, который родился в Таджикистане, вырос на Украине, долгий период в центральной полосе России жил, жил на юге России, сейчас здесь. Конечно, я могу делать вывод, я могу сравнивать каким-то образом. Но, в принципе, могу совершенно четко сказать, что да, есть определенные территориальные, природные особенности. И с моим опытом мне это делать совершенно не сложно. Я далеко не технократичен. Мало того, я, наверное, даже являюсь в определенной степени, ну, такой, может быть, немножко белой вороны, или где-то слишком активной яркой личностью вот в нашей команде. Потому что да, северная скованность и мой активный темперамент, конечно, вызывает порой, ну, интерес даже больше, нежели какое-то удивление. Поверьте, что моя работа далеко не скучна, и я крайне разносторонен, и я интересуюсь искусством, литературой. На удивление, здесь мне удалось в рамках даже празднования Дня торговли, мы собирались почти 400 человек в этнопарке ИП, и я даже пел перед своими сотрудниками, и мы проводим крайне неординарные пятничные дни, какие-то пиратские одежды одеваемся, проводим какие-то тематические мероприятия. Я, поверьте, могу совершенно легко говорить матом, но при этом не значит, что я не делаю этого как-то неколоритно или некрасиво. Я нормальный, обычный человек, для которого жизнь имеет, и каждый день имеет очень яркие краски. Я ожидал, например, от вас, да, там, возможно, вопроса, ну, как тебе здесь у нас в республике Коми? Ну, там... Так видно ведь, что хорошо. Мне очень нравится, мне нравится природа. Конечно, мне, может быть, где-то не хватает столичной динамики, мне очень не хватает насыщенной культурной жизни, но я могу посетить Москву, я могу посетить Питер, я могу посетить любую другую там столицу мира для того, чтобы это восполнить. Мне здесь очень интересно, и люди, которые меня окружают, может быть, даже где-то нордически сдержаны порой, но я вижу, что они стараются, они работают с интересом, они развиваются вместе со мной, и это очень ценно. А вот такой вот вопрос, ну, как бы из другой... Вы сами говорили, что вы под Одессой выросли, под Одессой, правильно говорить, выросли, и, стало быть, Украина вам не вполне чужой регион, я хотел бы спросить, а вообще бизнес вне политики? Или этого не может быть, чтобы он был вне политики? Потому что все взаимосвязано в этой жизни. Чем больше бизнес, тем больше порой он переплетается с политикой, особенно в нашей стране. Я знаю примеры, я работал в компании Евросеть, и наверняка вы очень много знаете про эту компанию, слышали, стремление собственника максимально отдаляться от государства, ну, вот, к сожалению, получило не очень хороший результат. Можно однозначно сказать, что пусть он не с нулем ушел, но бизнес у него забрали. К сожалению. Ну, я вот продолжу интерес к украинскому прошлому, вашему, вы сейчас следите за тем, что происходит на Украине, и как оцениваете это? Может быть, вас знакомые говорят, что там? Я периодически звоню, я ложусь, просматривая новостную ленту, я встаю, просматривая новостную ленту, я действительно очень переживаю. Конечно же, я совершенно четко для себя понимаю, что как только ты выезжаешь за черту большого города, Украина на коленях, люди живут очень бедно. Тот край, богатый, в котором я жил в детстве, он кроме тоски ничего не вызывает. Но в то же время, те изменения, которые происходят, я очень мало вижу позитива, реального настроя на экономические изменения. А Украина, по сути дела, на мой взгляд, банкрот. Такой вопрос, вот вы, как сказать, торгаш, продавец, бизнесмен по складу внутреннему. Почему в коме так плохо с бизнес-инициативой? Или это нельзя сказать вот таким образом? Ну, я не могу однозначно дать оценку, я не очень сильно, наверное, изучал этот предмет, больше в своей среде. Бизнес-инициативность. Вы знаете, вот когда очень много в республике начинают говорить, да, там вот наше собственное производство, там, тра-та-та-та-та-та-та, я понимаю то, что, может быть, вот этот вот нордический нрав где-то не позволяет мечтать или планировать по-крупному. Выходить в другие регионы. Ведь когда мы говорим там о Ленина, когда мы говорим про настойку морожки, которым мы угощаем всех иностранцев, которые к нам приезжают, когда мы говорим про даже вид внешний и качество кваса Сыктывкарского пивзавода Матриона, это то, чем республика может выходить даже в другие наши регионы, это то, чем можно гордиться, это то, что можно пропагандировать. Ну вот, как-то, мне кажется, чуть-чуть где-то не хватает амбициозности. Потом, конечно же, очень тяжелый климатический край, и здесь либо нужно развивать те виды производцев или бизнесов, которые реально могут, ну вот как-то масштабироваться, не замкнуты вот в маленькой локации. Республика огромное, количество жителей, рынок потребления достаточно маленький. Вот, поэтому, мне кажется, что, может быть, это с этим связано. Конечно же, я не ожидаю, что сразу мы только находимся на пути формирования, там, экономика и страна, 20 лет это не очень много, но нужно просто применять, развивать новые формы, новые формы продвижения, помощи. Меня очень радует, что сейчас система обучения поворачивается лицом к бизнесу, совместные программы. То есть, та проблемная молодежь и непроблемная молодежь. Реально, наверное, застанет то время, когда практика соединится с теорией. Вот, и это тоже имеет колоссальное значение. Ведь сколько сдвигов в рамках всех политических изменений, сколько сдвигов ценностей, понятий, дезориентированы даже взрослые люди. Поэтому сложно говорить. Конечно, еще я бы обозначил проблему то, что, к сожалению, у нас мы у детей еще не научились формировать и развивать как индивидуальность, так и уважение к тому, что создавать, неважно, бизнес, что-либо, творческий продукт, это одна из главнейших ценностей. И быть тем же самым, ну, как вы меня называете, там, бизнесменом, это должно быть почетно. И иметь бизнес, это тоже должно быть здорово. Сейчас, наверное, больше хотят быть конъюнктурными работниками, идти в какие-то более спокойные ниши, где не нужно рисковать или очень активно шевелиться. Вот это неправильно. И потом, я думаю, что очень большой проблемой является то, что, к сожалению, до сих пор, тем более был длительный советский период, мы очень финансово неграмотны. Мы не умеем планировать свои деньги, мы не умеем планировать свое будущее. И это, мне кажется, одна из колоссальнейших проблем. Закредитованность ведет к очень большим оковам для людей, для их свободы, для их возможной дальнейшей самореализации. Западная культура в этом, на мой взгляд, конечно же, веками, но преуспела больше. Нам этому нужно очень учиться. И вот, кстати, понимая, что я хотел коснуться этого вопроса, я принес несколько вам подарков. И как раз вам я хотел бы подарить книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки, в которой... После этого начались очень лояльные вопросы. В которой, безусловно, эти основы присутствуют, и есть те базисы, которые позволят вашим детям, я надеюсь, уж точно, чувствовать, наверное, себя более уверенно и смотреть более уверенно в будущем. Ну, бизнес-ход хороший, правда? Да. Ну, я передам. И для вас у меня тоже есть подарок. Я вам хочу подарить, может быть, отчасти спорное произведение, но, тем не менее, заставляющее подумать. Подумать, может быть, с другой совершенно стороны. И говорящие о творчестве, но тоже где-то языком бизнеса и экономики. Я вам хочу подарить романтический манифест автора Айн Рент «Философия литературы». Вот два подарка вам. Прекрасно, прекрасно. Можно ли научить бизнесу? Бизнес-навыком, бизнес-устремлением, внутренней мотивацией на бизнес. Можно научить основам, можно дать четкое понимание, как в математике, как действовать в тех или иных ситуациях, но убежден, что далеко не каждый способен родиться бизнесменом. Эта категория достаточно немногочисленна, тем не менее. Но бизнес – это не только категория собственника. Бизнес – это и категория менеджмента. Быть эффективным, результативным и современным менеджером. Конечно, этому нужно учиться. И поверьте, еще, может быть, скажу интересную вещь, что при том, что я говорил уже, я с золотой медалью закончил школу, и точно так же неплохо закончил учебное заведение. И мое учебное заведение – это учебное заведение уровня бакалавриата негосударственного образца. При этом, я не стесняюсь об этом говорить, я и преподавал, и во многих вузах преподавал, и очень много работал с людьми, у которых есть западное образование. И хочу сказать, что, наверное, при жажде к знаниям, моей школой был каждый день жизнь, и те люди, которые меня окружали, и я до сих пор, и я думаю, что до самого последнего момента я всегда буду что-то учить, изучать, и так интересно в этом кайф жизни, в этом драйв определенный. Вот я даже сейчас планирую свой отпуск в рамках дня моего рождения, весной, который будет. Я хочу не просто поехать в европейскую какую-то теплую страну, я хочу пройти курсы в одной из лучших школ кулинарии. Охвально. Да, вопрос. Вы много говорите про горизонты, которые нужно пошире смотреть. Свой рост, продвижение дальнейшее вы каким образом видите? Безусловно, я накапливаю, если так можно сказать, силы и потенцию для создания собственного бизнеса. Ну и традиционно. Да, самое время. Может, у вас есть вопросы? Да, у меня есть вопрос. У меня есть слоган в жизни, которого я стараюсь придерживаться. Нет, он немножко другой. По-английски он звучит «In harmony do I perceive the world essence?» «В гармонии я мира постигаю суть». Какой слоган есть у вас? Я никогда не думал даже. Ну давайте первый. Девиз жизненный. На щите надо выбивать. Вы знаете, мне очень нравится изречение великой актрисы прошлого, французской, Сары Бернард. Она говорит, чтобы добиться любви, чтобы заслужить любовь, нужны годы. А чтобы потерять ее, достаточно секунды. Вот это, я думаю, музыканту важно помнить. Спасибо. Да, потому что одна даже секундная какая-то бяка может убить все абсолютно. Искусство так устроено. У меня нет, у меня зависит от настроения и от ситуации. Разные посылы, разные проблемы по-разному решаются. Ушел от ответа. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за эту встречу. Субтитры подогнал «Симон»